В общем, такая вот песня получилась, и вот я её сейчас вам. Дядя Боря паразита, от него вино бразит, голова его пуста, вечно падает с моста. А дядя Миша любил потише, любил парадок, наш дядя Миша любил консенсус и не иначе, и перестройку хотел всё начать. Вот дядя Боря хватает палку, ему консенсус совсем не жалко, он справно дышит, глядит уродцем, и к дяде Мише тайком крадётся. Что испугались таких событий? Вот дядя Миша есть кореш Митя, он весь в нахрадах, в мундир наряжен, и тут же рядом стоял на страже. А мы ракетные войска, нам любая церковь скан, наш славные ракеты не распроданы пока. Вот дядю Борю увидел Митя и забоялся, что будут бить их, что из-за миши, которые дядя и Митя валят, сейчас не глядят. Вот дядю Мишу хватает срочно и засыпает его песочком, тут затрагнулась земля-планета. Вот был дядь Миша, а нас и нету. А мимо Мишкиного дома я без чуток не хожу, то доллар в окно засуну, то свой партер покажу. Бежит Хаврюша, бежит Геннадий, бежит дядя Толя, что в Ленинграде. Процесс-то начат, они кричали, и дядю Мишу всё выручали. А дядя Миша песок зарылся и там угрелся, там углезлился, лежал-тащился, там с тетей Раи, они ж консенсус вдвоём играли. Вот-вот подходит, уже развязка, дядь Борь-дядь Митя загнул салазки, песка насыпал, яму в волосье и в тёмный угол поставил носом. Всё, сейчас конец уже. Мораль, ребята, вполне простая. Где дядя Миша, где тётя Рая? Стал главным Боря, везде разруха, везде табани, везде порнуха. Тут суд, значит, можно всякое, скажу, без дурачков. И построил эту бяку хитрый дяденька Крючков. Всё.